Всем привет! С вами Алекс Ки. Хотел рассказать о том, как посетил парк Заряди в городе Москве. Этот парк мне не очень понравился. Я считаю, что не хватает еще большего количества посадочных мест в виде лавочек. Некоторые лавочки креативные, дизайнерские, удобные, на которых, если вы присядете, у вас перед вами откроется прекрасный вид. Да, есть большое атриум, где люди собираются, общаются, что-то могут перекусить, посидеть. Но он как-то в одном месте. И получается, что когда ты гуляешь по самому парку, то, например, ты идешь-идешь-идешь, вдруг хотя бы тебе надо на шнурки зависать или где-то присесть. Места нет. Зато везде таблички с хвойными растениями, информация о том, какие культуры посажены. А для людей, как такового, ничего не предусмотрено. На территории я также посмотрел, что есть фудкорт-зона, но цены, конечно, вообще зашкаливают. Можно было бы там разместить бюджетные, например, какие-то места. Понятно, что все это продается кем-то регулируется так же, кто-то в этом заинтересован в России, просто так ничего не бывает. Вот. Большая вот эта стрела в виде моста над рекой. Очень красивые картинки тут вот появятся у вас сейчас. Если вы были и посещали этот парк, пишите в комментариях. Также здесь вот появится вопрос. Можете поставить, выбрать свой вариант. Что вы считаете сами про этот парк? Нравится он или нет? Несмотря что парк подразумевал зеленую зону в центре Москвы, я считаю, что зеленой зоны как таковой очень мало. Вы сами просто посудите, пройдитесь по парку и увидите, что деревьев очень мало. И есть большое количество пустырей, таких вот возвышенностей, холмов, которые просто усеяны газоном, либо каким-то насаждениями, маленькими кустарниками растения. Лучше бы их засадили, просто реально взяли, съездили в какую-то там, не знаю, березовую рощу, выкопали березы, посадили и сделали реально хорошую березовую рощу, которая в центре Москвы была бы вот реально какой-нибудь, там, не знаю, лес. У нас, я из города Казани, и у нас в городе наши парки, они намного лучше, продуманные. Есть также детские площадки, на которых дети могут спокойно отдыхать. Там предусмотрены все необходимые технические моменты, даже прорезиненное покрытие, чтобы дети не пострадали. при посещении данной зоны игровой, почему у меня на футболке вот такая вот точка, вы можете зайти на мой второй канал, там, посмотреть новое видео, оно выйдет уже совсем скоро, и узнаете, почему у меня и откуда у меня появилась эта точка на рукаве. расположены почти в большинстве парков вот такие сцены, амфитеатры, что-то наподобие таких сооружений, большое количество зеленой зоны в виде старых, наверное, многолетних деревьев, потому что инфраструктуру именно вот эту природную не разрушает. Могу перечислить суперпарки, которые мне нравятся. Это парк Уридского, который сейчас особенно красивый после полной реставрации. Там сейчас еще заканчивают реставрацию ДК. Следующий парк, который мне нравится, это парк Горького и новый также парк Амезовский лес. Он очень тоже красивый, крутой, но он еще в процессе доработки, так как это новая такая вот территория, где многие дизайнеры реализуют свои идеи, видения, как должен выглядеть современный парк России будущего. Но парк Зарядье может быть из того, что он совсем еще сырой, его открыли вот так вот на скорую руку, может быть, поэтому он мне не... Мое первоначальное... Мое первое впечатление было таким вот не совсем положительное. Возможно, оно в будущем может поменяться. Но на сегодняшний момент я считаю, что в центре Москвы столько денег угрохали и могли сделать получше. Да, есть люди, которые приходят, возможно, смогут понять, что у нас вообще произрастает на всей территории России, потому что они могут это все увидеть, посмотреть. Вот, но могли бы, учитывая бюджет на строительство такого парка, могли бы сделать, конечно, и получше. Но на этом у меня все. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Если тебе оно не понравилось, ставь дизлайк. Я буду таким образом знать, нравится вам такой формат видео или нет. Пишите также свое мнение в комментариях. Не забудьте подписаться на канал. Чтобы не пропустить следующий видеоролик, жми колокольчик. Это вот здесь вот такая вот кнопочка. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока. Продолжение следует...